Сейчас самое интересное, это вот такие вот штуки. Друзья, привет! Мы сегодня на выставке HOKA Club Show. Сегодня последний день, и мы будем снимать для вас обзор всех залов. Мы поснимаем каждый стенд, обсуждаем их и поймем, хорошая эта выставка или нет. Ребята, это первый зал. Здесь сразу большой стенд Blackburn'а и обычного Burn'а. Наверное, мы сейчас сразу в него зайдем. Там и очень интересный стенд, наверное. А здесь стенд Starbuzz'а. Кому интересно, могут зайти и покурить Starbuzz. Стенд Blackburn'а. Здесь очень громко играет музыка. С одной стороны обычный Burn, с другой Blackburn. Все вкусы представлены. К сожалению, никаких новых вкусов пока нет. Ну и стоит машина вот такая. Lamborghini. Lamborghini. С ней можно там сфотаться, вокруг девушек можно сфотаться. Типа вот такая штука. Там у них какие-то игры, там можно что-то выиграть. Вот. Пойдемте дальше. Сейчас мы зайдем в не самые популярные табаки. Небольшой стенд Смирный. Если помните, мы когда-то продавали, но уже, наверное, никогда не будем продавать. Здесь тоже какая-то арабская тематика, которая... Легендарный White Angel. Легендарный White Angel. Нам дали пробник арбуза. Если кто-то очень хочет попробовать, можем подарить вам его. Здесь вот прикольная штука еще есть. Это гель для кальяна. То есть это не используется табачная продукция, а используется именно гель. Леш, я думаю, это не самая удачная фасовка. Пойдемте попробуем, может быть, что-то. Мы вчера с ребятами просто разговаривали, и у них есть секретный вкус. Вчера вот здесь вот стоял. Который они никому не рассказывают, что за вкус. А мы покурили, и этот Карамбола, и он такой, типа, на нас смотрит и не понимает. И говорит, никому не говорите. Ну, вот так вот. Это вот такая вот пачка. Здесь просто гель. Кальянная паста. Так она называется. Курица неплохо, на удивление. Очень приятная аромка, и возможно, возможно, у нас она появится. Ну, и Тесла стоит здесь еще. Вот. Очень большой стенд спектрума, прикольный. Есть новые вкусы интересные. Пойдемте посмотрим на их стенд. Стенд с миксовой линейкой. Здесь делают они миксы. Интересные миксы. Клуб какой-то прямо, который мне сильно понравился. Но это миксы из табаков, которые, ну, у них в основной линейке. Легко подойти вообще или нет? Ну, не всегда. Есть стенды, на которые очень много народу и немного тяжеловато подойти. Но сегодня, мне кажется, такой день. Он самый последний. И будет, ну, полегче в этом плане. Это новый вкус, собственно. Его раньше не было. Почему-то в этом году много у кого, мне кажется, мало активности на стенде. В основном просто все презентуют продукцию свою. Все просто курят. И у некоторых есть табаков, там, какие-то розыгрыши, подарков. И все. На каждом стенде почти что танцуют девушки. Не знаем, хорошо это или плохо. Кому-то нравится, кому-то нет. Для каждого свое. Это стенд B-Free, продукт, который вы уже могли увидеть на наших полках. Буквально недавно он появился. Интересный, легкий, недорогой, акцизный продукт. И опять же, старбас. Стенд B-Free мне нравится. Это вот все выглядит достаточно интересно. Так, тут нам ничего неинтересно. Магазин интересный. Уголь Краун. Тоже без новинок, но стабильное качество Крауна. Вот что вот это такое, я так и не понял. Мне кажется, это сигареты парламент. Да, правда, похоже на сигареты парламент. Вот чашки на ананасах тут как бы приветствуются. Типа всем-всем нравятся такие вот. Я думаю, можно и газануть. Можно газануть, думаю. Ну ладно, тут серьезные люди что-то обсуждают. Наверное, не дадут нам покури кальян. Сейчас, наверное, будет самый большой стенд на выставке. Это стенд Дарксайда, Дейли Хуки. Дейли Хука все то же самое, все нормально. А у Дарксайда новая линейка. То, что у них, скорее всего, дальше появится, это линейка Шот. Это миксованные вкусы из моно-вкуса Дарксайда. Стенд достаточно интересный. Со всеми кальянами, со всеми аксессуарами все представлено. Типа можете попробовать. И, по-моему, здесь же можно приобрести где-то. Да, вся продукция у них здесь продается. У них прикольные еще есть... Как эти штуки называются? Линговые автоматы. Где вы можете купить что-то, что вам больше хочется. Ну, идея прикольная, мне кажется. Не создает какие-то большие очереди на выставке. Ну, собственно, линейка Шот. Интересные вкусы. Вы можете попробовать что-то, с ребятами поразговаривать, поотвечать на их вопросы. То есть, там, прости какую-то небольшую анкету. И вам дадут подарок от Дарксайда. Ну, и также вы можете просто оценивать вкусы. Пойдемте дальше. Здесь стенд с Мирчой, Дарксайдерской. Она на всей выставке по акции выдается в два раза практически дешевле, чем она обычно стоит. Здесь закрытая лаунж-зона только для дистрибьюторов. Но мы, конечно же, туда заходили. Достаточно интересно. Большой стенд Зома. В дальнейшем у нас появится легкий, насыщенный продукт с очень-очень большой линейкой вкусов. Можем что-нибудь попробовать сейчас. Из-за того, что мы еще не пробовали. Вкусы в основном все миксованные. Здесь вот все написано у них. Тоже в систему как по Дарксайду можно оставить отзыв. Просто оценить. И максимально легкий. Вообще был бразильский табак. Сейчас он будет делаться на базе Дарксайда. Емте-ка в зал. В зал достаточно интересный тоже стенд. У них коллаборация с Нуахули Групп. Вкус Хулиган. Интересный кислый вкус. Напоминает ред черри и лимон лайм. Ну, микс ред черри и лимон лайма. Будем пробовать. Наверное, будем. Да, прикольный вкус. Я думаю, у нас он тоже появится. Но также у Азала есть новинки. Ну, они вот с этой стороны стоят там. Какое-то печенье ореховое. Огуречный лимонад. Достаточно интересные вкусы. Это стенд Щербетли. Большой стенд. Он скоро получает акцист. Мы уже говорили об этом столе, что у нас он будет точно. Думаю, где-то в апреле. Может быть, чуть раньше он уже появится в продаже. Все те же самые вкусы. Все нормально. У них курица. Все кайф. Это замок. Это табак Инферно. Здесь с этой стороны Инферно. Это питерский табак. Относительно новый. У нас его не было. И для нас он стал таким небольшим открытием. Мы его точно привезем. А с другой стороны стоит и дама Ева. Это тоже интересный продукт. Он без ароматизаторов. И вот такие танцы тут со всех сторон. А там и Ева. Крылья сломались только у девушки. Вчера в разные стороны были. Сегодня уже только в одну сторону. Здесь магазин Дарксайда. И там дальше вот такая большая очередь. Она стоит в зону, где Дарксайд раздает подарки. Угольстенд Кокабрика и Эйми Делюкс. Кальяна Эйми Делюкс возить не будем. Кокабрика будем. Если кому-то сильно нравится. Четвером можно покурить. Можете заказать у них на сайте. У нас не будет. Сошел смог, если помните, тоже когда-то у нас был. Но больше никогда не будет. Я раза четыре подходил и ничего не курился. Дальше на этой, в этом зале будут в основном табаки у какого-либо арабского производителя. Типа Султан, типа Аль-Мухаммад. Которые, как по мне, немного уже... Популярные стенды. Да, настолько популярные, что вот вы видите... Да, лаунж-зона вся заполнена. Ну, к сожалению, даже присесть у нас, наверное, не получится попробовать сегодня. Здесь очень большой стенд Аль-Файкеров. Они работают по системе, что вы... Прямо заказываете себе какой-то вкус. То есть, вот такая вот штука. То есть, условно, это как KFC работает. Вы заказываете, и вам выносят этот вкус через какое-то время. В старых традициях два яблока попробовали покурить, но пока что это все. Стенд софт Смоука. Наши хорошие партнеры представили новинку. Маленькие кальяны, достаточно интересные. И цветовые расцветки, вот эти новые, тоже очень круто смотрятся. Я думаю, что они у нас появятся. Маленькие кальяны, очень круто смотрятся. Я думаю, они у нас скоро появятся. Маленькие, красивые, прикольная продувка. Сейчас тренд на маленькие кальяны, и все больше и больше их на рынке появляется. И это круто. Маленькие кальяны в тренде. Стенд Гигсон на том же месте, как и в том году. И народу столько же, как и в том году. Интересные добавки в колбы у них на чем-то кофейном, молочном. Интересно. Здесь сцены, на которые проходят какие-то мероприятия, обсуждения табак СССР с очень интересными вкусами, типа Сталин, Ленин, йокерный бабай. С такой тематикой они заходят. Очень много маленьких вот таких вот стендов, типа угля, маленьких чашек, каких-то маленьких местных табаков. Небольшой стенд ДСХ. Всегда красивые кальяны, все качественно сделано. Ну, вы их все видели уже. И у нас все есть. У них есть вот это вот вроде как новый цвет белый. Был ДСХ-блэко такой. Я считаю, что будет уайт. Достаточно интересные. И новые киллеры. Может, они не новые, но мы такие не видели. Здесь вот кальяны Бали. Мы проходим их и попадаем на стенд табака Ревоши, у которых все сделано аутентично. Забивка на фольге и бача. А самое интересное, это вот такие вот штуки. Вот такой аксессуар. Это интересно, это прикольно сделано. Ну, вот в плане вот этих морпучей, это классно. Но табак, табак такой. На каждом сцене практически есть вот такие моменты, где какие-то призы разыгрываются. Что-то дается в подарок, что-то дается в какие-то пробники. Так что, если в следующем году, допустим, хотите съездить на выставку, то советую, много можно интересного, чего-то получить бесплатно. Здесь с тенсороматизаторами табаки, которые только начинают запускаться, ищут атоматизаторы, находят их здесь. Это тоже интересный табак, потому что у него линейка вкусов состоит из 280. 280, 287 вкусов у них есть. Это очень много. Мне кажется, сам производитель не все вкусы пробовал. Стенд Юкапа, тоже очень хорошо известные вам и нам кальяны. Очень все прикольно сделано. Есть новые, но, к сожалению, их уже убрали, может быть, купили на выставке. Вот с той стороны в прошлом, вчера еще стояли новые модели. Достаточно интересные. Есть вот такой стенд. У них тут интересные кальяны. Вот такие. У них еще где-то были мудштуки, тоже которые светятся, которые калейдоскоп всего показывают. А, ну, собственно, вот он, вот он, этот мудштук. Он вот так вот выглядит. Напоминает какой-то джедайский меч, и вы его держите в руках и курите. Кальяный табак, Black Star. Не очень понятный, но мы взяли пробники, попробуем уже в Иркутске, поймем, нравится нам или нет. Нет, это не тот Black Star. Ну, Тимати точно не приезжал, так что, думаю, это не тот Black Star. Сейчас щербетли, щербетли, покурим чуть-чуть. Мы посмотрели первый зал, сейчас пойдем во второй зал, там побольше интересных стендов, и там погромче музыка играет. Заходим во второй зал. Мне кажется, он поинтереснее, здесь побольше массовых продуктов. Самый большой стенд в этом зале, это стенд Дафта и Мастхева. Очень много вкусов представлено, там с одной стороны Дафт, с другой стороны Мастхев. Есть новые вкусы интересные, очень большая очередь, там зону подарков, там что-то раздают. И эта очередь вообще не кончается, она постоянно, вот такая длинная, все три дня выставки. Ну, вот такой большой стенд, с какой-то лаунж-зоной, с подарками, с очень большим количеством кальянов. Вот, а с той стороны тоже интересно, что у них стоят автоматы, где вы можете подойти, поиграть. Походу, надо играть. По мне видно, что я не умею играть в эти автоматы, так что пойдемте дальше. Стенд облака, представлены новые расцветки, интересные, есть зона, где курят своих чашки, есть, где чашки продаются. Много интересных цветов, которых раньше не было. Здравствуйте. Да нет, просто как дела у вас. Новые интересные цветовые расцветки, вот это вот тоже интересно, что смотрится. Тут они теперь есть, фул-глайс, которые, достаточно интересно. Новые чаши без дырок. Тут целые чаши без дырок. Расскажите, да, да. Смотрите, у нас есть стандартные модели, это глаз топ и бейсик, и сейчас вышли модели моно. Модели моно отличаются тем, что они сделаны из высококачественного фарпора и окрашены в массе. То есть, при мелких сколах их просто будет незаметно. Так делают дорогую итальянскую плитку. Таким образом, у нас из-за фарпора увеличилась жаропроникаемость табак и тепло держит намного дольше. Поэтому они стоят чуть-чуть дороже. А чуть-чуть дороже это сколько? На 100 рублей дороже, чем стандартные модели. Типа 650, да, они будут стоить? Спасибо большое. Вот такой был стенд облака. Большой стенд Virginia Group. Тоже хороший табак, разной линейки, гребости. Интересные есть вкусы. На стенде вот такие танцы. Обалдеть не буду. Я вчера уже побалдел здесь, мне хватило. Мне нравится, что вот у ведущего силы не кончаются вообще. Он третий день стоит и вот в таком формате каждую секунду проводит. Давайте посмотрим на стенд северного, потому что он очень большой и очень крутой стенд. Только так, да, закрывается? Здесь зона с кальянами, здесь продается мерч северного. с этой стороны лаунж-зона. Прикольно, что северный отошел от тематики, которая у них была раньше и они стали делать тематику 90-х. Она гораздо как бы мне симпатичнее и на нее приятно смотреть. Здесь еще компы, в которых можно сесть, поиграть в КС. третий убил нас. Ну вот такой стенд концептуальный, интересный, кальяны, хорошо все курятся. Подъемте дальше. Чашки Дон, тоже хорошие чашки, они уже у нас были, вы их видели. Все вот эти вот модели, типа, пирата, тотема, панды, горгули и так далее. Есть новые вот эти чашки, достаточно интересные, в форме Пикачу. А когда посмотрите видео, скажете, интересен ли вам, интересны ли вам такие чашки, нужно ли их привозить. Нам очень нужна обратная связь вот по таким моментам. Большой стенд, ну не очень большой, ладно, стенд Бонче, тоже продукт, который недавно у нас появился, на сигарном листе, с очень интересной ароматикой. Даже всем советую попробовать, если вы еще не пробовали. Ну достаточно крепкий продукт, крепкий-крепкий. Очень много вот таких табаков, типа, морф, типа, бразер, с очень большими линейками вкусов, легкими в основном. Есть там несколько линей крепости, но тоже не сильно интересные, к сожалению. Тоже относительно новый прикольный табачок, называется Грей Рок. Средняя линейка крепости, в дальнейшем у ребят будет там еще Black Rock и еще какая-то гора, тоже не все будут различаться по крепости. Тоже мы взяли пробники, взяли контакты у ребят, нам понравился продукт, я думаю, что он у нас появится. Дали представила вот там линейку табака, раньше у них было только на чайной основе продукт, теперь есть еще табачный. Здесь зона прокачаем, это обучающая выставка, где рассказывается много интересных моментов, очень интересные спикеры, и она проходит на протяжении всего Куга Клаб шоу. Первые дни на нее вообще невозможно было, попасть была очень большая очередь, сегодня поменьше. это нашумевшие локально нашумевшие кальяны, которые называются ну вот так вот они называются, очень маленькие кальянчики. Кальяны прикольные, но название как по мне должно быть. Небольшой стенд Мамаев тоже хорошо сделаны, новые вот эти вот нитки, которые с этой частью, они сделаны по-другому в отличие от старых моделей. То есть вот это условия, старая модель, это уже новая. Много цветовых решений, как всегда, все очень круто у ребят сделано. Ребята из Фьюз Хуки, наши большие друзья, очень всегда хорошие кальяны, все качественно сделано, и новые модели, такие маленькие, тоже очень интересные, и относительно недорогие, как я понял. и Фьюз Круга, например, стоит в магазине на Невске, а мы всегда говорим, что он больше не производится. Вот он стоит тут. Очень много таких скромных стендов, но чашки крутые, чашки мы эти точно привезем, они нам сильно нравятся. В чем-то у ребят есть печка, но нет кальянов. Странно даже, что это может быть куда-то в другое место угли они жарят. Такие продукты, трассите. Много таких дизайнерских кальянов, достаточно дорогих дизайнерских кальянов. Тоже можете оставить свои комментарии по-вот того, хотите ли вы видеть такое, покупали бы вы такие кальяны, модели. Как вы только что видели. Такие модели. Чайный продукт Малайзия Микс. Вот с таким стендом они представились на выставке. Тоже мы взяли пробники, посмотрим как курятся. У них есть фишка с капсулой холода. Покурим, посмотрим. Может быть привезем. Ухутека каждый год акция проходит, что вы приносите свою печку, они уничтожают вот таким прессом и вы получаете скидку на печку Хутек. Это интересно. Кальяны геометрии Хука тоже нам сильно понравились. Понравились как они выглядят сами по себе. Очень крутые клубы и очень классные муштуки. Мы с ребятами уже разговаривали контакты и я думаю, что мы эти кальяны привезем. Кальяны хорошие. Дальше стенд Японо Хуки. Кальяны премиум класса, дорогущие. Почему-то сегодня уже нет подсветки, вроде бы вчера была. И видимо очень много они продали, потому что вчера все было забито кальянами, сегодня уже нет. Стенд как всегда крутой. Это стоит человек или нет. Концептик дизайн тоже минималистичный стенд, так же как и минималистичный, как в основном кальяны. Тоже интересно достаточно. мы несколько раз уже привозили вот такую версию кальяна. И они всегда быстро продавались. Я думаю, что мы их еще привезем. Топак Сибера тоже представили крепкую линейку. Крепкая линейка достаточно интересная. Этот вкус мне сильно понравился. Тоже пробники мы взяли, потому что пока не очень понятно вот эта крепость, как она разделяется у них. Ребята еще с Сиберой продают свой мерч. Достаточно интересный и вокруг него был большой достаточно ажиотаж. Кальяны нюб. Там представлены стандартные модели. Там вот есть нюб джуниор, который из полиацеталия. А здесь джуниор это силикон, да? Это из силикона сделано. Бюджетный у них очень крутая коробка, может крутая очень хорошо выглядит. Возможно они у нас тоже появятся. Саня. Спасибо большое. Кобра сделала свой стенд очень ну так скажем интересно. Они не выставляют кальяны как выставляют их все. У них нету таких вот они подошли по-другому, что они просто привезли сюда грузовик со своим продуктом и раздают его буквально там надо пройти очень небольшую анкету и вам дарят 10 пачек кобры разные линейки крепости и рандомные вкусы. А кальяны ребята сами только здесь курят. То есть вы подходите заполняете буквально визиточку и получаете пакет с продукцией кобры. Мы сделали очень большой круг, нам осталось пройти только по центральной улице этого кальянного мегаполиса очень крутой стенд элемента с диджеями с музыкой вчера выступали артисты в живой музыке линейка воздух у них представилась на этой выставке тоже скоро у нас появится в продаже максимально легкий хороший продукт здесь можно купить элемент сейчас видимо начнется живая музыка живое выступление и еще есть новые вкусы из разных линейок мятный виноград мы тут не стесняемся ходим прямо по стенду среди всех стенд сармы иркутские ребята тоже очень крутой стенд с одной стороны вы можете попробовать все вкусы а с другой стороны лаунж зона пойдемте посмотрим лаунж зону в общем это очень уютный теплый стенд всем советую вот можете просто подойти попробовать в апреле попросить у ребят чай или покурить кальян есть качели на которые тоже прикольно чилить просто садишься и хорошо проводишь время интересный стенд сделала команда маклауда практически все всю выставку они рисовали свои у них есть кальяны вот такого формата такими головами с такими ставками и они показывали как это вообще происходит вот и также их стандартные модели вот эта новая у них модель достаточно интересная с достаточно интересным ценником стенд чебака тоже большой очень стенд все зеленое по линейкам крепости представлены тоже новые вкусы интересные вкусы скоро у нас появится лаймовый пирог сицилийский микс applejack много интересного представили что-то происходит на стаде альфа хуки наверное что-то можно выиграть разыгрывается что-нибудь алексей здесь получается разыгрывают чашки табак вот штуки индивидуальные вот штуки обычные и альфа модель x ну прикольно а как разыгрывается короче нужно сделать stories нужно отметить альфа хука нужно поставить хэштег альфа хука тебе даются ладатронный билетчик обычный ладатрон ты ничего не слышишь возможно проигрываешь свой билетик и выигрывает тот кто стоит поближе все понятно удачи мы практически все прошли сейчас еще немного зайдем до смоуклаба и блэйд куки стенд вот такой еще есть который называется blackfire где я подходил три раза и очень плохо курил что мне становилось плохо потому что у них все очень перегрето не очень я понял что это за продукт вообще большой стенд кока лока представлен уголь уголь есть продажа и лаунж зоны где проходят какие-то бизнес встречи блэйд куки из смоуклаба практически вся продукция продается по оптовым ценам практически все вы у нас могли видеть это их самые легендарные щипцы миласо ловители сетки кальяны тоже у нас были это был небольшой обзор на Huga Club Show 2020 где мы попытались рассказать вам о том что происходит на этом стенде какие продукты здесь представлены показать интересные стенды рассказать о каких-то новинках все всем спасибо всем пока субтитры